Нужно красиво оформить вывод сотрудников или коллег в бесплатном Elementor, но не хватает функционала, не вопрос. Прибегнем к бесплатным плагинам, которые позволят отображать ваших сотрудников или работников в красивом виде. При наведении мыши возникают различные эффекты и есть возможность повесить социальные кнопки там, где есть данный автор и телефон. Перехожу в админку своего сайта. Кто не смотрел мои предыдущие уроки, я уже рассказывал о плагине Unlimited Elements. Вот его название. Устанавливайте данный плагин. После установки находим его здесь. Здесь будет список всевозможных виджетов. Переходим вот сюда. Здесь есть несколько вариантов бесплатных. Можете просмотреть демонстрацию. Видите, здесь есть такая кнопка «Просмотреть». И то, что понравилось, нажимаем Install, чтобы плагин появился в списке плагинов Elementor. На мой взгляд, наилучший визуальный эффект это вот этот вот элемент. Он вот этот первый. Я нажимаю Install, установить. Он установлен. Возвращаюсь в странице. В списке плагинов находим его в самом низу. И перетаскиваем на холст. Изначально это выглядит так. Огромное отображение в огромном виде. Давайте вот здесь кликнем, добавим. Правой кнопкой мыши добавить новую колонку. Еще раз. По три сотрудника будет отображаться, например. Вот один сотрудник. И теперь можно просто нажать дублировать. Чтобы сразу получить какую-то визуальную картину. А потом мы это дело отредактируем. Я покажу на примере редактирования одного изображения. Потом уже по аналогии вы сможете отредактировать все остальные. Итак, заходим в карандашик данного виджета. Что мы видим? Name. Первое это имя, которое у нас вот здесь отображается. Пишем здесь. Оно у нас прекрасненько меняется ниже. Дальше изображение. Соответственно, подготавливайте изображение вашего там коллеги. Дальше телефон. Если нужно указать при наведении, будет телефон. Здесь типа должность. Ниже под именем будет показано. Вот этот цвет. Меняется наша подложка под телефоном. Вы видите, она стала красная. Далее настраиваем элементы. Видим три социальные кнопки при наведении. Место решетки здесь. То есть кликаем сюда. Вот сюда мы ставим ссылку. Там, где есть в социальной сети данный человек. Менять можно социальные сети. То есть если вам не надо Facebook. Вот у нас первое. Вот здесь по клику можно убрать иконку. Или из иконок Elementor выбрать любую другую. Например, вот эту я поставлю, чтобы просто посмотреть, что это работает. Вот здесь она поменялась. Не забываем ссылку. Иконку меняем на социальные профили. И каждую социальную сеть вот так вот мы отредактируем. Если нужно добавить еще. Кстати, можно по крестику удалить. Если данный человек только в двух социальных сетях. Или удалить все крестики. Мы не можем удалить с вами все. То есть одну обязательно мы оставляем. И по кнопке добавить элемент неограниченный, я так полагаю. Да, вот они все появились. Можно добавить. Дальше вкладка стили. Здесь можно влиять на цвет, на шрифт. Сначала включаем редактировать шрифты. Вот тут я поставил цвет красный для имени. Кстати, если у вас сразу не поменяется вот здесь вот цвета. Вы сохранитесь. Нажмете обновить. И обновите страницу. Здесь либо кэш, либо что-то. В общем, работает все. Нужно просто обновить страницу. То есть типографика, шрифты здесь. Соответственно, все, что с этим связано. Отступы, межстрочные, межбуквенные интервалы. Все здесь задается. Следующая вкладка позволяет настроить стили для телефона. То есть давайте попробуем сделать размер побольше. Вы видите, телефон стал больше. Соответственно, цвет, color, все здесь меняется. Далее, order стили. Это настройка стилей вот этого слова, где у меня написано администратор. Поменял на синий. То же самое размер шрифта. Не забывайте вот этот включить. Положение да. Думаю, здесь уже все понятно. Останется вам лишь выбрать, какой из вариантов вы хотите использовать. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok